Вечер памяти прошел на сцене молодежного центра «Горизонт», на суд зрителей и в память о павших в Великой Отечественной войне студенты и преподаватели филологического факультета школы педагогики представили свое детище – литературно-музыкальную композицию, которую вынашивали без малого год. Так как сами мы понимаем, что никакие мероприятия нам не разрешено было проводить, мы провели такую локальную композицию в режиме онлайн. Но так как сценарий у нас оригинальный, мы все-таки решили все это показать зрителю и по сравнению с прошлым годом это все происходит на большой сцене. Литературно-музыкальное представление состояло из блоков, которых было около 50. Это отдельные номера, связанные общей нитью повествования. Великая Отечественная война – это то, что нельзя обойти стороной, так считают участники и организаторы композиции. Вот уже много лет в начале мая, в преддверии праздника Великой Победы, студенты и преподаватели собираются, чтобы выразить почтение ветеранам и павшим на полях сражения войнам. Много лет на филологическом факультете эта традиция существует, я даже не могу сказать сколько. Последние 10 лет, не считая прошлого года по понятным причинам, последние 10 лет она проходила ежегодно, без перерывов. И это уже визитная карточка школы педагогики в майские дни. На сцене звучат лирические стихотворения и песни. Специально для композиции создали небольшие постановки. Например, Даниил Семенов – один из тех, кому довелось сыграть солдата, прибывшего на фронт. Его герой умирает на сцене. К такой роли нужно было готовиться, причем совсем не физически, морально. Пришлось буквально пережить то горе, страх, ужас – все, что переживали на войне. Тематика композиции будет актуальна, по крайней мере, в России еще долгое время, потому что это воспевание подвига наших предков, опять же. То, что мы каждый год вот это празднуем, делаем композиции, также снимается фильм «Пишется музыка», это очень важно для непосредственного сохранения памяти. После окончания выступления артисты смогут ненадолго расслабиться. В ближайших планах у организаторов литературно-музыкальной композиции – гастроли, покорение сцен Владивостока, а дальше, возможно, и всего Приморского края.